Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии. Мария Шматкова сегодня у нас в гостях Светлана Налепова, председатель Одинцовского отделения Всероссийской общественной организации «Опора России». Здравствуйте, Светлана! Здравствуйте, Мария! Очень рада видеть вас в нашей студии. Расскажите, какие цели и задачи стоят перед Одинцовским отделением? Одинцовское отделение крупнейшее муниципальное отделение «Опора России» в Московском областном. Поэтому первую задачу стать первыми мы уже выполнили. Теперь наша задача усиления сообщества, сообщества предпринимателей Одинцовского округа для развития предпринимательства Одинцовского округа и выполнения социальных задач. Совсем недавно в кампусе МГИМО состоялась конференция организаторами, которой выступило Московское областное отделение «Опора России», сообщество женского предпринимательства Одинцовского округа и, собственно, Одинцовский филиал МГИМО. Расскажите об этой конференции. Конференция была задумана советом Одинцовского отделения. Это предприниматели, очень активные и известные в Одинцовском округе, которые решили, что есть проблема у нас на рынке взаимодействия с молодежью, вообще, в принципе, с персоналом. Это всероссийская проблема. И решили, что для сотрудничества нужно идти в университет к молодежи и спросить у нее, что от нас, от предпринимателей, ожидает и знакомы ли с предприятиями Одинцовского округа наша молодежь. Какой результат вы получили? Результат многообразный. Одна из таких ключевых секций конференции, она длилась почти целый день, несколько часов, был батл онлайн между молодежью и предпринимателями, где, одновременно отвечая по очереди на различные вопросы в онлайн, молодежь и предприниматели озвучивали свои образы. Молодежь, студенты различных техникумов, Одинцовский, Звенигород, Можайский был, студенты МГИМО озвучивали свой образ будущего работодателя, а предприниматели одновременно озвучивали свой образ будущего сотрудника из студентов и ожидания, какую сейчас поддержку сможет молодежь оказать, предприниматели могут оказать. И что же вы увидели в финале батла? В финале батла мы увидели такой вывод о том, что молодежь в принципе не знает на бизнес, бизнес своего округа. То есть где-то порядка 70% присутствующих, это около 100 студентов, ответили, что вообще не знают о предприятиях, о перспективных предприятиях Одинцовского округа, которым они могли бы пойти работать в будущем и даже на стажировку. То есть вот такой системного подхода к организации стажировки, к дальнейшему трудоустройству молодежи, к сожалению, у нас нет. Это самый главный вывод, ну и благодаря этому выводу сразу же наши предприниматели социальные в сфере IT тут же организовали чат-бот, который называется бизнес-трек, в котором студенты могли в телеграме, в котором студенты начали подключаться. Мы единственное не успели базу предпринимателей сейчас формировать, сейчас мы ее формируем. То есть такое вот решение возникло для того, чтобы организовать оперативный диалог между студентами. Получается именно в этом чате будет происходить оперативное информирование? Да, о предприятиях Одинцовского округа, которые готовы сотрудничать с молодежью. По вопросу стажировки, по поводу практики, по вопросу трудоустройства какого-то первичного, для того, чтобы диалог уже завязался. Ну то есть получается вы связали две составляющие одного процесса без одной и без второй, которого бы просто не будет. Это наша глобальная задача. Да, связать как раз два таких больших сообщества, людей, которые очень нужны друг другу, но механизма этого соединения еще нет. Так как это было фактически на коленке написано, и ребята включились фактически на конференции, мы сейчас отрабатываем, какие механизмы есть. Но я думаю, это будет, такого навряд ли где-то есть. Надеюсь, что мы в этот раз тоже уникальны. Но вот решение возникло само собой, вот прям в онлайн режиме. То есть мы уже думали, что нужна какая-то платформа, а как раз опрос подтвердил, что есть такие проблемы. Вы сказали ключевую фразу, нехватка квалифицированных специалистов. И сегодня предприятия Одинцовского округа заинтересованы в том, чтобы эти специалисты приходили не извне, а все-таки проще, наверное, легче и лучше вырастить своего молодого специалиста, который гарантированно придет после окончания вуза к тебе работать и будет трудиться на благо родной земли. Ну, в общем-то так, в идеале картинку выстроили. Насколько сегодня бизнес-сообщество готово к этому диалогу, насколько оно заинтересовано в этом? Бизнес-сообщество, я даже не знаю, как сказать, смягченно, оно просто жаждет этого взаимодействия. Мы хотим понимать, что творится на рынке, что ждет сотрудник потенциальный. И самое главное, мы не понимаем, куда они пропали. То есть вот эти квалифицированные кадры. Почему, допустим, предпочитают удаленку? То есть такой момент, когда проводили опрос от работодателя, что ожидает от молодого сотрудника, то бизнес отметил, что в 70% случаях они все-таки ждут работу в офисе. Хотя молодежь примерно в этом же проценте готова работать в смешанном режиме. Ну, где-то на удаленке, где-то приходить уже в офис, то есть коммуницировать, потому что одним из сильных сторон они отвечают в свой высокий уровень коммуникации, сама молодежь. А когда мы начали спрашивать из зала, почему вот есть вот такой запрос именно на смешанный вид работы, ну, потому что мы же видим тренд удаленки, цифровизации, на что ребята ответили в большинстве случаев, что, во-первых, надо познакомиться с коллективом, с предприятием. Мы хотим все-таки взаимодействия и общения, оно остается перед тем, как приступить к какой-то работе. И грамотные вещи говорят, потому что, видимо, образование у нас достаточно серьезное. МГИМО все-таки, да, и техникуме тоже молодцы ребята. Говорят о том, что нужно соответствовать ценам компании. То есть даже вот до такой степени мы уже, уже понимание, оно все равно есть. То есть сначала нужно с коллективом работать, потом работать на удаленке. И как вот это совместить еще, наверное. Съемочная группа телеканала находилась на этой конференции. Давайте посмотрим, как это было. Бизнес-трек «Перезагрузка». Под таким названием в Одинцове провели конференцию, приуроченную ко дню предпринимателя. Встреча бизнесменов и молодежи Московской области состоялась по инициативе местного отделения организации «Опора России». Студентов подмосковных колледжей и вузов весьма заинтересовала предлагаемая проблематика, и конференция быстро перешла в формат активного диалога. Отлично получилось, очень неожиданно. Мы, честно говоря, рассчитывали на более простой вариант. У нас талантлившие дети, у нас талантлившие предприниматели. То есть мы сами, как предприниматели, сидим и удивляемся нашей молодежи. Нам осталось только понять, что же они ждут. Тут собрались очень интересные люди, с которыми бы хотелось пообщаться лично, ответить на их вопросы и потом в будущем, возможно, сотрудничество. Ксения 17. Она живет в Одинцове и учится на втором курсе Звенигородского колледжа. Изучает гостиничный бизнес. В будущем девушка видит себя социальным предпринимателем в этой сфере. Собирается открыть эко-гостиницу в ближайшем Подмосковье. Поэтому в конференции она принимает активное участие. Мне понравилось абсолютно все, что было. Нам рассказали подробно о всем социальном предпринимательстве, порекомендовали контакты. Потом рассказали о той теме, которая мне интересна, это именно экология в социальных проектах. К социальному предпринимательству отвели отдельный блок. Пикеры рассказали студентам о его особенностях, пояснили, что заниматься им нужно, имея определенный жизненный опыт и предназначение. И в то же время отметили существенное отличие от волонтерства. Когда мы выходим на площадку, чтобы помогать в благотворительности, мы видим социально уязвимого человека, незащищенного, которому нужна помощь, которому нужно помогать. А когда он приходит к социальному предпринимателю, он видит на площадке социального предпринимателя человека в коляске, но профессионала. Конференция проходила в онлайн и офлайн режимах. Особый интерес у молодых участников вызвала форсайт-сессия «Новый рынок труда». Модераторами которой выступили лидер Одинцовского сообщества женского предпринимательства Ольга Селезнева и молодой предприниматель, директор организации дополнительного образования по программированию и робототехнике Дмитрий Мартынов. Молодежь и бизнесмены активно отвечали на их вопросы и в итоге разработали идеальный образ будущего работодателя и начинающего специалиста. Светлана, это первый подобный формат. Будет ли продолжение, пройдут ли еще такие мероприятия? Я хочу сказать, что продолжение обязательно будет. Более того, мы подписали меморандум с Одинцовским ГИМО и еще семью предпринимателями, сообщества родителей и опор России о поддержке такого формата и поддержке молодежи в организации стажировки, коммуникации и трудоустройства. То есть это очень большой, то есть мы положили пласт такой огромной работы, взаимодействия с молодежью, как раз благодаря активным предпринимателям Ницовского округа. Я бы хотела вернуться к вопросу проведения батла. Вот все-таки какой образ будущего работодателя озвучили ребята? Что они нарисовали? Ну, ребята считают, что в основном это сфера услуг, это около 6%, но мы думаем, что это как раз еще специалисты МГИМО. Очень мало ребят готовы работать по техническим специальностям. Это как раз, несмотря на то, что был и Одинцовский техникум, то есть были технические специальности. Ребята, отмечая, я уже говорила, что в большинстве случаев они ждут смешанный график труда. По зарплате сегодня рассматривала еще раз график и так и не поняла, о какой средней зарплате идет речь, там какие-то либо фантастические суммы, либо вообще. То есть в крайней какой-то серединке нет у предпринимателей, это как бы больше. Хотят интересную, креативную работу. А в своих преимуществах, пытались продать заодно себя, в своих преимуществах они видят креативность, владение технологиями и высокий уровень коммуникативных возможностей. Но отмечают, что есть определенный, даже высокий уровень лени, это вот в формулировках молодежи, где-то немножко невнимательность и там с дисциплиной пишут, что все-таки у молодежи пока существуют проблемы. В принципе можно сказать, что молодежь у нас осознанная, они прекрасно понимают все свои плюсы и минусы, знают недостатки и достоинства и в общем-то того же самого требуют и от работодателя. Да, но несколько раз прозвучала скромность. То есть молодежь не понимает, несмотря на то, что они считают, что у них высокий уровень коммуникации, они не имеют достаточно уверенности, чтобы пойти к работодателю и предложить, пожалуйста, возьмите меня на стажировку, я могу себя как-то проявить. То есть пока самопрезентация это сложный момент? Да, это пока сложно. Пока все в режиме шутки, но большинство ребят, это будет около 70%, отмечают, что они уже готовы психологически оторваться от родительского гнезда и уже хотят самостоятельно организовать свою жизнь. Если говорить о предпринимателях, какой образ будущего сотрудника они видят? Предприниматели очень гибкие. Это люди, которые уже постоянно решают какие-то проблемы и в этом водовороте видят, что они готовы меняться, готовы меняться под сотрудника. Конечно, они видят сотрудника в офисе, особенно того, кто начинает, но не готовы даже брать на бесплатную практику и стажировку людей, которые идут на стажировку по специальности, не владея вообще никакими даже первичными знаниями. То есть они все-таки считают, что свое время они готовы потратить на специалиста. Готовы брать на стажировки большое количество предпринимателей, молодежь и даже готовы поддерживать молодежное предпринимательство. Это вообще такой неожиданный в качестве партнерства. Вот таким образом заинтересованы не просто даже в своих сотрудниках, а вот в развитии территории. Светлана, если говорить о молодежном предпринимательстве, насколько сегодня актуальна эта тема? Всероссийская практика и вообще опросы даже ведущих агентств говорят о том, что порядка 60% студентов хотят идти в предпринимательство, то есть видят себя в этом, но нужен какой-то лифт хотя бы с трудоустройства. Наш опрос показал, что у нас ребята на площадке 80%, то есть примерно из 100 студентов, готовы идти в предпринимательство, если получат определенную поддержку. А какие-то идеи они озвучивали? Что они готовы открыть, создать, разработать? В основном все первое в IT технологиях и в продажах, то есть какие-то те же самые агрегаторы, еще что-то специализированные на определенной теме автоматизации, новые виды рекламы, например, реклама звонок. Когда вам звонят, вам вместо гудка идет реклама. Я не знаю, насколько это актуально и интересно, но очень креативно, то есть какие-то креативные решения они пытаются постоянно решать. Но что я хочу сказать, что даже какую-то маленькую задачу, если сейчас занимаюсь тоже обучением предпринимательством, даже по всем России социальным предпринимательством, и я смотрю, как бизнес относится, они стараются все охватить. Везде много-много-много возможностей. Что видно сейчас по молодежи, когда они озвучивают свои предпринимательские идеи? То есть они озвучивают какую-то узкую, допустим, есть, но очень качественный и новый продукт с новым каким-то подходом. То есть, допустим, молодой предприниматель-бровист, который занимается только бровями, то есть там со всех сторон только вот этим, там целая философия, которую человек озвучила, и она озвучила, каких сотрудников она хотела бы к себе на предприятии получить, то есть как она готова вкладываться в обучение, что нас ждет от команды. Вот такой фундаментальный, серьезный подход, да, когда оказался вот такой узкой. Вот, и там все нормально с клиентами уже. Да, это же есть клиентская база. Да. Затронули тему социального предпринимательства. Почему это сегодня так востребовано? Социальное предпринимательство и даже в международной практике – это та сфера, которая решает социальные проблемы общества. После пандемии оно стало еще более актуальным, потому что кому-то пришлось перестроиться, кто-то еще вообще не вышел из заточения до сих пор, то есть есть какие-то психологические проблемы. А в социальных категориях, которые имеют проблемы со здоровьем, низкий иммунитет, малую мобильность, эти проблемы еще более усилились. И я даже вижу, вот, я возглавляю социальные мастерские, как социальное предприятие. Я вижу, что те наши мастера старшего поколения, которые переболели, они даже стали другими. То есть здесь нужна и психологическая поддержка, и часто реабилитация, и просто кто остался без работы, особенно социальные зимы категории, они идут социальным предпринимателям. В международной практике социальное предпринимательство решает в первую очередь вопрос занятости. Как раз над повышением доходов и работает сейчас наше государство. Поэтому это очень актуально, но, к сожалению, в социальное предпринимательство не только же трудоустройство и занятость, это еще и сфера образования, в том числе и детей, это плюс. И взрослых у нас в Московской области, даже в реестр социальных предприятий попадают такие предприниматели. И среди социальных предприятий Московской области около 70% это сфера образования, а занятость это 4% только. То есть из 300 предпринимателей примерно, потому что реестр до конца еще не сформирован, из 300 предпринимателей в Московских областях, вот только 4%, которые занимаются занятостью и трудоустройством, социальных категорий. Так что место вакантно, открыто, перспективно, присоединяйтесь. Что дает сообщество предпринимателей? Что дает сообщество предпринимателей? Раньше в сообщество, тренд очень сильно изменился, да? Раньше в сообщество шли за решение какой-то проблемы. То есть что-то такое возникло, нерешаемое там с надзорными органами, да, там, даже злоупотреблением каким-то между партнерами. И нужна помощь, помощь юридическая, да, помощь по взаимодействию. Подключались уполномоченные по правам предпринимателей. Это была такая сильная позиция, и она сейчас существует, но она стала теперь не настолько актуальной, как раньше. Сейчас буквально недавно прошел совет в Щелково Московского областного отделения. И мы начали в какой-то момент на встрече делиться, что дает нам сообщество. И, честно говоря, дает поддержку. Плечо, общение, поддержку с равными. С теми же людьми, которые переживают такие же проблемы. С теми же, кто добивается успеха, несмотря ни на что. С людьми, которые могут поделиться опытом, стать твоим партнером, клиентом, поставщиком. И у нас даже есть механизм, когда ты можешь запросить именно сообщество определенную услугу. Ну, на других немного условиях, с другими отношениями. И если я приду на предприятие в Московской области, член опоры, и скажу, вот опоровец, коллега, то есть совсем по-другому даже отношения будут. Это когда поддержка, это когда плечом к плечу, это когда вы усиливаете друг друга, когда используете общий ресурс. Вот это дает сообщество предпринимателя сейчас. И это актуально, как никогда, вот именно сейчас. Как можно к вам обратиться, присоединиться, получить эту поддержку, помощь? Да, есть у нас сайт, я думаю, в строке будет. Ага, обращайтесь, телефон, присоединяйтесь. И сайт опора... Все расскажем, все поможем. Все поможем, все расскажем. И сайт, может, даже опора МОО, где можно ставить заявку и узнать, что дает сообщество. Светлана, какие планы на будущее, когда будут еще мероприятия? У нас мероприятия сейчас мы ожидаем с пожилыми, да. Но это уже по вопросу социального предпринимательства. Кстати, надо поговорить на эту тему, может, ОТВ станет партнером тоже этого мероприятия. Есть большие задумки. Мы ждем, есть инициатива на сентябрь, такая подготовка, это была подготовка, в большом мероприятии именно «Новый рынок Туда», где можно будет познакомиться с большим количеством предприятий Одинцовского округа. Уже есть партнеры, которые готовы подключаться и знакомить друг с другом. И также мы хотели бы сотрудничества с органами властей и с людьми в районе, которые отвечают за трудоустройство социально-известных категорий, для того, чтобы охватить вот этот вопрос. Вот это самая большая тема, которая сейчас у нас готовится. Будем ждать с нетерпением новых мероприятий. Приглашайте. Обязательно. Спасибо, что сегодня были с нами. Вы смотрели специальные интервью, остывайтесь на нашем канале. До свидания.